Приветствую вас на канале День Сфоревера. Мы продолжаем прохождение секретного материала Тунгуска. Сейчас мы находимся в дому Олега Камбурского. Продолжаем. Синий мешок для мусора. Надеюсь новый. Возьмем мешочек. Давайте подойдем, позвоним у двери. Маленькая мисочка для наших пушистых друзей. Через эту дверцу животные обычно попадают в дом. Добрый день. Добрый день. Вы Олег Камбурский? Да. В чем дело? Я... Я Нина Каленкова. И что? Ну, как... Вы знакомы с моим отцом Владимиром Каленковым. И я подумала, что вы... Я не знаю никакого Владимира Каленкова. А теперь прошу меня извинить. Не слишком удачно вышло. Я надеялась на прорыв в поисках, а он мне рта раскрыть не дал. Я что, что-то не то сказала? Или именно то? Ну да. Что-то, значит, ему не понравилось. Посмотрим, что там у него на заднем горе. Черенок от метлы. Или, возможно, от лопаты. Он истерически кому-то названивает. Это как-то связано с моим визитом? Вот бы туда просочиться. Олег все еще разговаривает по телефону. И по его виду не скажешь, что он спокоен и расслаблен. Миски с едой и водой для зверюшки посреди кухни очень гигиенично. Шланг. Похоже, этот Камбурский увлекается садоводством. Даже шланг у него зеленого цвета. Кошка появилась. Давайте закормим ее. Наконец-то я избавлюсь от этой дряни. А этому мохнатому зверьку она даже может понравиться. А давайте нацепим ее телефон. Теперь я могу прикрепить свой сотовый практически к чему угодно. Камера в телефоне включена. Редчайший пример диктофона с европейским роумингом. Осталось заманить кошку на кухню. Дальше. Соль. Теперь нашей киске очень захочется пить. Чудесно сработало. Олег все еще разговаривает по телефону, а кошка еще какое-то время будет пить воду. И, как я надеюсь, записывать его разговор. Обожаю, когда все получается. Давайте позвоним ей на наш телефон, чтобы кошка вывезла из дома. И заберем телефон. С телефонной будкой. Посмотрим, как кошка отреагирует на вибру в моем телефоне. Замечательно. Кошка на дереве, и мой мобильник застрял там же, в развилке. И как мне до него добраться? А сейчас нам доставить телефон. Давайте сделаем сочек. Я укрепила вверх пакета при помощи ручки от ведра. И еще немного скотча. Да? Вот так-то лучше. Должно сработать. Чудесно. Теперь посмотрим, пригодится ли мне запись телефонного разговора Олега. Но Каленкова здесь больше нет. Нет, о Тунгуске мы не говорили, но и возможностей такой не было. Да, да, да. Просто мне кажется, кто-то должен срочно со всем этим разобраться. Хорошо. Я перезвоню. Пока. Да, информации немного. Итак, что у нас есть? Кто-то должен обо всем этом позаботиться. Надеюсь, все это. Это не я. К тому же, он что-то говорил о Тунгуске. В письме Олегу она тоже упоминается. Наверное, стоит потом спросить об этом у Макса. Вынуждена внести поправку в свое утверждение насчет кошек. Помимо того, что они спят и едят, они к тому же лазают по деревьям в самое неподходящее время. Давайте поехали в музей. Макс Грубер сказал, что будет в музее сегодня вечером. До этого времени надо постараться немного поспать. Если интуиция меня не подводит, я могу сильно пожалеть, если сейчас не посплю. Ты достал то, о чем я тебя просил? Пока нет. Мы все обыскали, но ничего не нашли. А Коленков? Пока тоже ничего. Возможно, нам придется рассмотреть другие варианты. Мне все равно, что ты будешь делать. Главное результат. Не разочаруй меня. Странно. У меня постоянно такое чувство, будто за мной кто-то следит. Даже когда я заходила домой, мне показалось, что в окне мелькнуло лицо этого Каннского. Ладно, скорее всего, это просто нервы. Надеюсь, у Макса есть новости об отце. Давайте зайдем в музей. Луч света в темном царстве. Лучше не выключать, иначе я просто ничего здесь не увижу. Лучше не выключить. Лучше не выключить. Привет. Не помешаю? Нет, конечно. Даже наоборот. Есть новости от отца? К сожалению, нет. А прошлой ночью на меня напали. Напали? С тобой всё в порядке? Да, ничего серьёзного. Но они явно сделали это не просто так. Ты не знаешь, что бы это могло быть? Нет, я... Он в последнее время был очень озабочен, но это случалось и раньше. Если вдуматься, этому можно найти массу объяснений. Что-то подозрительное? Нет, вряд ли. Очень жаль. Вчера вечером ты сказал, что готов мне помочь. это предложение всё ещё в силе? Ну, конечно. Кстати, меня зовут Макс. Я Нина. Но ведь ты это уже знаешь, да? Ну, спрашивай. Тунгуска. За последние несколько часов я уже несколько раз слышала слово Тунгуска. Ты ничего об этом не знаешь? Ты имеешь в виду Тунгускую катастрофу 1908 года? Да, возможно. В начале прошлого века в районе Тунгуски произошёл взрыв. Разрушения были колоссальные. Но даже сегодня никто не знает точно, что именно тогда случилось. Твой отец однажды участвовал в экспедиции в район Тунгуски. Но ты и так об этом знаешь, правда? Мы практически никогда не разговаривали о его работе. После смерти матери он никогда не говорил о своём прошлом и России. Я не знал. Прости. Всё в порядке. Это было давно. Она погибла в автомобильной катастрофе. Практически сразу после того, как мы переехали в Германию. Мне кажется, отец просто хотел оставить всё это в прошлом. Твой отец никогда не говорил о своей работе в России? И ты никогда его об этом не спрашивала? Нет. Он просил меня никогда больше об этом не спрашивать, и я сдержала слово. Хотя иногда меня просто распирало от любопытства. Ну что ж, я об этом кое-что знаю. В 1908 году в Сибирской тайге упал до сих пор неидентифицированный объект. Взрывная волна и страшный пожар уничтожили огромный кусок леса. Оленеводы, которые там жили, их называют эвенками, либо взлетели на воздух, либо сгорели. Свидетелей не осталось. Было организовано несколько экспедиций с целью выяснить, что же явилось причиной этой катастрофы. Но, несмотря на все их усилия, они ничего не нашли. Со временем возникло несколько фантастических идей. От столкновения Земли с метеоритом или выброса энергии нового типа до взрыва космического корабля. И это все, что я могу вот так сразу вспомнить по этой теме. Где-то в моих архивах должно было сохраниться несколько статей о тунгусском феномене. Поискать? Да. Я была бы очень признательна. О том же говорил Олег. И я читала письмо, которое отец написал ему. Там тоже было что-то на эту тему. Вдруг мы сумеем продвинуться дальше? Хорошо, только я доделаю здесь пару дел, а потом поищу в архиве нужные тебе статьи. Спасибо тебе огромное. Вчера вечером Эдди что-то бормотал о людях в черном. Сначала я не восприняла его слова всерьез, так как он говорил вещи, скажем так, достаточно странные. Но я сегодня говорила с одной девочкой, она вечером видела похожую картину. Она даже сфотографировала этих людей в черных плащах. К сожалению, на фотографии почти ничего не видно. Но мне определенно нужно поговорить с Эдди. Ты не знаешь, где я могу его найти? Нет, понятия не имею. Я его целый день не видел. Скорее всего, забрался в какое-нибудь укромное местечко, чтобы спокойно все обдумать. Хочешь сказать, он снова пьет? Боюсь, что так оно и есть. Если только не... И если только не что? Нет, ничего. Ничего? Давай же, выкладывай все. Ну, если те странные люди в черном заметили, что он за ними следит... Ты думаешь, они вернулись сюда? Не знаю. Сейчас я вообще не понимаю, что здесь происходит. Знаешь, между нами есть много общего. Нет. Среди записи отца я нашла эту бумагу. Она тебе о чем-нибудь говорит? ЛА-60 АК-19АЛ Похоже на номер одного из наших экспонатов. А что? Не знаю. Я надеялась, что ты что-нибудь об этом знаешь. Сразу я ничего не могу тебе сказать. Зато могу найти этот экспонат и принести его сюда. Табличка с описанием диадемы потерялась, зато она сама есть. Я про нее больше ничего не знаю. Спасибо тебе большое. Можно я как следует ее рассмотрю? Конечно. Только, пожалуйста, не забудь положить ее на место. Иначе твой отец мне голову оторвет. Если он все еще... Эй, не смей так говорить. Мы найдем его. Обещаю тебе. Да, я надеюсь. Если папа хранил это описание дома, для этого должна быть очень веская причина. Но какая? И что это за фраза насчет истинной принцессы? Иногда он называл так меня. Может, это послание мне лично? И я должна его расшифровать? Думай, Нина. Думай быстрее. Имя Олег Камбурский. Тебе ни о чем не говорит. Камбурский? Олег Камбурский. Нет, ни о чем не говорит. А должно? К сожалению, этого я тоже не знаю. Закончить разговор. Документы в архиве насчет тунгуски. Да, я уже туда иду. Только это может быть долго. Без проблем. Я подожду тебя здесь. Смотрится страшновато. Красный глаз тотема следит за мной, куда бы я ни пошла. Я вовсе не верю в магию и прочую чушь, но мне все равно неуютно. Если я начну таскать вещи у Макса из кабинета, он наверняка перестанет мне помогать. Но мне так хочется избавиться от этого глазика. Итак, спица сломалась. Зато этот глаз больше не смотрит на меня так злобно. Будем надеяться, Макс ничего не заметит. Снаружи он кажется вполне нормальным, а вот внутри ужасно холодно. Ну, давай посмотрим, что там есть. Посмотрим, что у нас здесь. Макон с кислотой зальем сюда. Я осторожно вылюю кислоту на камень. Кислота отлично делает свое дело. Камень начал разрушаться. Надо вытащить его из кислоты вовремя, чтобы включение не разрушилось. Гипс добавил в миску. Надеюсь, я знаю, что делаю. Теперь диадема лишилась последних остатков своей красоты. Отлично, подходит. Да, вот так должно сработать. Я наложила линзы друг на друга. Теперь они дают зеленый свет. Надеюсь, я все правильно сделала. Как только шпаклевка высохнет, оторвать его можно будет только при помощи грубой силы. Давай посмотрим, что можно будет сделать. Там вроде я все уже забрал. Да, тут ничего нет. Ну, что она показывает нам? Ну, посмотрим, что она показывает. Похоже, кто-то отметил один из залов невидимыми чернилами, которые проявились при цветном свете. Не представляю, где именно находится зал номер восемь, поскольку на плане ничего не обозначено. Думаю, что это один из тех залов, в которых идет ремонт. вот это да, неплохо. Меня не было всего пару минут, а ты уже успела превратить музей в дискотеку. Ой, прости, я... Все в порядке. Но что все это такое и для чего оно нужно? Точно сама не знаю. Но если эту головоломку придумал отец, значит, у него была на это очень веская причина. Ты что-нибудь уже выяснила? Все еще в процессе. А ты? Выяснил что-нибудь о Тунгуске? Не так много. Вот, мне удалось найти эти две статьи. Кабинет номер восемь. Экспонаты изменил цвет плана эвакуации на стене. Кажется, зал номер восемь подсвечен. Это не один из тех залов, в которых идет ремонт. Да, причем идет уже целую вечность. Здание, к сожалению, уже достаточно ветхое, и у рабочих постоянно возникают разные проблемы. А в том зале было что-то особенное? Ну, вообще-то нет. Все экспонаты из этого зала сейчас лежат в моем кабинете. Ты ищешь что-то конкретное? Если бы я только знала, что я ищу. Пойдем прямо в мой кабинет. Может, тебе удастся найти что-то, что тебе поможет. Ну, пошли. Идем ко мне в кабинет. Посмотрим на экспонаты из зала восемь. Осмотрись. Все это принесли из зала, в котором идет ремонт. Если я все правильно помню и статьи о бенках, такие маски надевали во время обрядов жертвоприношения. щит воина-пигмея. Датируется 1687-м или 1688-м годом. Был найден в Азии. Или что-то в этом роде. На вид такая древняя вещь. Хотя я видела одну такую в магазине шведской мебели на той неделе. Но я думаю, что это действительно старинная. Наверное, это антиквариат. К сожалению, это все, что я могу о ней сказать. База времен династии Мин. Одну такую я разбила, когда была маленькой. Должно быть, это какой-то календарь. Но вот как им пользоваться, я понятия не имею. Всадник всю жизнь считала, что у ацтеков не было лошадей. Все непонятнее и непонятнее. Эту монету, видимо, положили сюда просто так. Ей явно не место на рельефном диске. Пошли сходим к витрине с монетами, раз монет появился. Монета закончила ряд. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok близких к... В общем, я бы не стал и на пушечный выстрел к этим людям приближаться. Но он знает практически все из того, что никто знать не должен. Он сообщил мне, что несколько десятилетий назад в районе Тунгуски была построена исследовательская станция, и теперь туда направляется очередной поезд. Предположительно, далеко не все ученые, которые туда едут, делают это добровольно. Эта поездка ученых и исчезновение твоего отца за несколько дней до отправления поезда могут быть связаны. Это значит, что моего отца похитили, и теперь он находится на поезде, отправляющемся в Сибирь? Но что им от него нужно? Даже если официально последние годы он не занимался исследованиями, он все еще является специалистом в своей области. Уверен, Сергей сможет нам помочь. Мне придется ехать в Москву? У меня есть самолет. Мы будем там через несколько часов. Я понимаю, на тебя все сейчас так навалилось, но если твой отец и правда в этом поезде, нам нельзя терять ни минуты. Как только он попадет на Тунгуску, мы вряд ли сможем его вытащить. Станция слишком хорошо охраняется. Что это значит? Я не уверен, но возможно это наш единственный шанс. Так что пошли. Лучше, чтобы кто-то остался здесь. На случай, если Владимир все же даст о себе знать. Но... Нина, нам пора отправляться, если мы хотим добраться туда до того, как поезд уйдет. Пожалуй, я пока могу еще раз просмотреть записи твоего отца. Хотя у меня нехорошее предчувствие. Отлично. Пошли. Будь осторожна, хорошо? Я постараюсь. Мне жаль, что... Да, мне тоже. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok О, Олег не говорил мне, что ты такая красавица. Если бы я знал, заранее бы снизил цену. Да, я тоже рада с вами познакомиться. Вы поможете мне разыскать моего отца? Сергей многое может. Некоторые даже говорят, что Сергей может все. Но Сергей скромный человек, поэтому просто будем считать, что Сергей может сделать почти все. Да-да. В скромности вам не откажешь. Чем могу помочь? Я думала, вы сами все прекрасно знаете. Конечно. Но Сергею нужна вся информация из первых рук. Продолжай. Мне нравится смотреть на твои губы, когда ты говоришь. Так вы поможете мне? Или и дальше собираетесь на меня таращиться? Как говорится в пословице, рука руку моет. Хорошо. Итак, мой отец исчез. Я хотела встретиться с ним в музее, где он работает. Но когда я туда пришла... Да-да, Сергей прекрасно об этом знает. В таком случае, что вы хотите узнать? Чем занимался твой отец в последние несколько недель? Над чем он работал? На кого он работал? Честно говоря, понятия не имею. Вообще-то, мы с отцом очень редко говорили о его работе. Он может часами говорить на всякие научные темы, а я уже через пять минут начинаю зевать. Поэтому в определенный момент мы решили больше никогда не обсуждать его работу. Это плохо. Очень плохо. Понимаю, но... Теперь это все равно не имеет никакого значения. В любом случае, я не знаю ни над чем он работал в последнее время, ни на кого он работал. Помимо своей работы в музее, он читал лекции и готовил какие-то доклады. Но это все, что мне известно. Единственное, что могу сказать, в последние несколько дней он был немного рассеянным. Будто постоянно о чем-то думал. Но о чем именно... Так мы ничего не узнаем. Птичка недавно принесла мне на хвосте, что сегодня на Тунгуску уходит еще один поезд. Все это имеет отношение к каким-то научным экспериментам, но к каким именно, я не знаю. Да это сейчас и не важно. Как бы то ни было, мне пришлось привлечь старых знакомых. Привлечь старых знакомых? Ученых. И просто людей, хорошо знающих район под каменной Тунгуски и побывавших там в прошлом. Их, скажем так, попросили сотрудничать. Некоторые согласились добровольно, некоторых пришлось убедить. Понятно. Хорошо. Может так случиться, что с ними находится твой отец. Он в опасности? Если он не наделает глупостей, у него не будет никаких проблем. Обычно так бывает. Как нам его вытащить? Мы вовсе не собираемся его освобождать. Но, как я уже говорил, Сергей может сделать практически все. Один мой старый знакомый ждет тебя у входа на станцию. Он тебя встретит и передаст тебе пропуск и форму. Как только ты окажешься в поезде, сможешь изучить обстановку. Времени у тебя должно быть предостаточно. Охранники обычно в пути только и делают, что пьют и играют в карты. И, кстати, ты едешь под именем Нины Перковой. Настоящая фамилия может тебя выдать, если твой отец действительно находится в этом поезде. Итак, я должна сесть на поезд, нейтрализовать охрану и освободить отца. В одиночку. Отличный план. Просто отличный. Когда ты его найдешь, тогда и подумаем, как его спасти. Не волнуйся. Сергей никогда не оставит такую попочку в беде. Что ж, теперь мне точно ничего не страшно. Простите меня. Просто я немного волнуюсь за отца. Я очень рада, что вы мне помогли. Спасибо. Все в порядке, милая. Не зря же меня называют Сергей Добрая Душа. И не забудь, даже если ты узнаешь что-то, что покажется тебе непонятным, Сергей все сможет выяснить. Хорошо. Посмотрим, что мне удастся выяснить. Хорошая погода, правда? Да. Я бы даже сказал, слишком хорошая, чтобы сидеть здесь. Товарищ Юшин сменит тебя на посту. Очень мило с его стороны. Не правда ли? Что? Но почему? Следуй за мной. Нужно поговорить. Сегодня не мой день. Это совпадение? Или они выяснили, что Сергей подкупил одного из солдат? Как бы то ни было, у меня большие проблемы. Сергей уехал. Мой сотовый здесь не берет. И мне нужно как можно скорее попасть на поезд. Нина, сейчас самое время для гениальных мыслей. Мне нужна идея. Спасибо, что смотрели мое прохождение. Секретный материал в Тунгусском. Зажмите лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо.